МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости. В студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. Поездка в Дагестан чуть было не закончилась трагедией. Дагестанец спас трех тонущих девушек. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хороший врач – это призвание. О тех, кто ежедневно делает сложные хирургические операции, сегодня расскажут наши корреспонденты. Броски на песке о первом республиканском турнире по бляжной борьбе в спортивном блоке новостей. Зарплата медиков должна быть увеличена. С подобным предложением в Госдуме выступил член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Николай Говорин. Он отметил, что необходимо увеличить и сделать прозрачной базовую ставку, поскольку сейчас она слишком низкая, и заработок медработника формируется в основном за счет премии работы по совместительству ночных дежурств. Напомним, по существующей системе зарплата врача должна составлять 200% от среднего заработка в регионе. Но средние показатели в субъектах существенно отличаются. Это побуждает врачей переезжать из одного региона в другой. Герой нашего следующего сюжета не планирует уезжать. Он спасает жизни на родине. В медицине профессия хирурга считается самой экстремальной. Кроме глубоких теоретических знаний и твердой руки на практике, необходимо еще одно качество – искреннее сострадание и желание помочь. Стать таким врачом может далеко не каждый выпускник медицинского вуза, о человеке, который не мыслит себя вне работы и по-настоящему любит свою профессию. Сюжет Луизы Раджабовой. Запах медикамента в яркий свет и вид операционной, от которого у многих волосы дыба. Но только не у врачей отделения сочетанной патологии второй городской больницы. Здесь точно знают, как помочь экстренно поступившим больным. Пять операций в день для местных хирургов – норма. И все они проходят удачно. Большая часть сложных вмешательств – это дело рук молодого специалиста Магомед Салама Тимирбалатова. Каждое утро он начинает с обхода пациентов. О, доброе утро. Ну как делать все? Как самоочистить? Нормально. Питет как? Ну так, нормально. Магомед Салама Тимирбалатова сделал операцию. И вот уже такой день. Второй день, чувствую себя отлично. Хожу, пока соблюдаю диету. Немного воды, а так все хорошо. Огромное спасибо, конечно, хирургу. Магомед Салам Тимирбалатович сделал отлично. Все, вообще ничего не чувствовали. Благодаря современным технологиям 80% всех хирургических манипуляций в отделении сочетанной патологии проводится лапароскопическим методом. Где-то 1100 операций было выполнено в этом хирургическом отделении, где базируется 30 хирургических коек. Это достаточно высокий объем оперативных вмешательств. Вот он, Магомед Салам Джамбалатович, я не побоюсь этого слова. Он молодой, перспективный хирург, специалист, ну и в плане практическом здравоохранении, и в плане научном. Он является какой-то степени украшением сегодня для нашего лечебного учреждения. Очень много пациентов к нему идут адресно, выполняют все виды хирургических вмешательств и выполняют очень хорошо и блестящее. Операция проводится через маленькое, около 15 миллиметров, отверстие с помощью специальных инструментов. А точно до мелочей видеть происходящее во время процедуры хирургу позволяет лапароскоп, который оснащен видеосистемой. Запасная данная методика становится исключительно в руках профессионалов. В принципе, все оперативные вмешательства у нас, вплоть даже до кишечной непроходимости, гемикулокотомии, мы стараемся это выполнять лапароскопически. Условия у нас очень даже достаточно комфортабельные, оборудование достаточно хорошее. Раньше лапароскопической операции, за последние 4-5 лет доля оперативных вмешательств лапароскопических в нашей больнице увеличилась. И в среднем где-то 85% оперативных вмешательств они выполняются у нас лапароскопически. Это благодаря современной технологии, оборудованию, которое у нас есть в больнице, нам позволяет выполнять операции лапароскопически. Про такого говорят хирург от бога. Еще в детстве он точно знал, что станет врачом. Как и любой другой мастер, своего дела он отдает профессии почти все свои силы и время. Для него это не работа, а часть жизни. Поэтому выезжать никуда не стремится. В планах только родной Дагестан. Все устраивает, все достаточно. Те же оперативные вмешательства, они выполняют. Мы можем здесь выполнить. Для чего? Лучше развивать свой регион, свои больницы, свой край. Потому что я на самом деле патриот своей республики. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Рискнул своей жизнью, чтобы спасти чужие. Молодой дагестанец из села Цугни Акушинского района спас от, казалось бы, неминуемой смерти трех тонущих в Каспийском море девушек. История, благодаря смелому Камалу Крубанову, закончилась благополучно. Вся подробности у Патимат Ханаповой. Я благодарна, потому что я просто не представляю, что было бы. И дай бог здоровья им, таким вот людям, как они. Я считаю, что таких людей надо не то, чтобы благодарить. Как говорится, страна должна знать своих героев. Это Амината Курева. Со слезами на глазах благодарит Камала. Если бы не он, признается женщина, она бы потеряла двух близких людей – дочку и снохом. Они с роднёй Дагестан приехали из Чеченской республики на отдых. Эту поездку, по словам гостей, они теперь навсегда запомнят, как время, когда им подарили вторую жизнь. Тяжело это всё вспоминать. Очень даже дочка моя, её накрыло волной, оказывается, волной её унесло в море, с нога кинулось её вытаскивать. И обе они вроде бы, вот по разговору, по словам, вот они вроде бы ушли обе под воду. И Курбанов Камал, как я потом уже узнала его имя, фамилию, он побежал их спасать. Третья девушка отдыхала в тот день на берегу. Она и увидела тонущих, и первая поспешила на помощь. Но позже и сама оказалась в зоне риска. С ней связаться нам не удалось, но с её сестрой мы поговорили. Она одна из очевидцев. В один момент были слышны очень такие, знаете, крики страшные. Видно было, что девушки двигаются неадекватно, вот на самом деле тонут. И в этот момент действительно страшно. Но моя сестра бросилась в воду. И в эту секунду, я даже не знаю, где был Камал, но он очень быстро оказался в воде. И этих троих девушек он вытащил. Калимат – врач по образованию, студентка ДГМО. Она и оказала первую медицинскую помощь. Девушка признаётся, подумать не могла, что её первый опыт будет таким. Уже на выходе из моря они были в бессознательном состоянии. Пришлось оказать им первую помощь. Действительно, я считаю, это героический поступок. Троих девушек такие волны. Не каждый, я думаю, смелится. Сам же Камал не считает свой поступок героическим. Говорит, что это долг каждого. А в его случае не только гражданский, но и профессиональный. Парень – военнослужащий по контракту, а в прошлом работал в МЧС. В настоящее время девушки чувствуют себя хорошо. В телефонном разговоре признались, психологически сложно всё вспоминать. Однако за кадром делятся, что признательны всем, кто им помогал. Что будут помнить и благодарить за спасённые жизни. Патемат Ханапова, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ. Махачкала. 90 лет со дня образования Хунзахского района. Накануне в муниципалитете с размахом отметили юбилей. Так праздник начался с парада знамён и красочного шествия местных жителей. После зрителям показали историю района в виде театрализованного представления. Не обошлось и без национальных песен и танцев. Помимо всего прочего, на площадке мероприятия также разместились этноподворья и аул мастеров. Все 24 села, входящие в состав района, подготовили для гостей традиционные аварские угощения, а также представили старинные предметы горского быта. Дагестанские вольники попробовали свои силы на песке. Впервые в Махачкале прошло первенство и чемпионат республики по пляжной борьбе. Турнир на городском пляже вызвал у зрителей и отдыхающих повышенный интерес. В сильнейших восьми весах определяли юниоры и взрослые, в числе которых были медалисты первенств мира разных лет. Согласно правилам, в пляжной дисциплине запрещен партер. На песке высоко оцениваются амплитудные броски. Самой конкурентной по составу весовой категории до 80 килограммов триумфатором стал Магома Дзибиргаджиев. Махачкалинцы признали лучшим борцом турнира и вручили велосипед от одного из спонсоров. Уже который год турнир «Кожаный мяч» дает дагестанским ребятам не только огромный опыт честной борьбы и стремления к победе, но и путевку в большую спортивную жизнь. В Махачкале открылся 22-й ежегодный детский турнир по футболу среди дворовых команд. После приветственных слов почетных гостей в центр поля вынесли кубок турнира. Следом по уже сложившейся традиции в небо взмыли белые голуби, а над футбольным полем пролетел квадрокоптер с изображением Льва Яшина на постере. Легенда советского футбола до сих пор остается единственным вратарем в истории, получившим золотой мяч. Наша спортивная школа цель выявить лучших игроков на этом турнире, и чтобы они уже дальше попадали в команду мастеров, и показали результат на уровне нашей российской премьер-лиги, и показали результат не только у нас в стране, но и за пределы нашей страны, и доказали, что наша страна умеет играть в футбол, и наши ребята достойны быть лучшими. Отметим, за пальму первенства будут соревноваться свыше 700 команд из различных районов и городов республики. Победителей определят сразу в нескольких возрастных группах. Это была последняя информация в этом выпуске. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин